С утра и до позднего вечера 7 дней в неделю сюда приезжают грузовики со стройматериалами и работают экскаваторы. К 20 ноября микрорайон Московский предстанет в новом виде. Благоустроенный зеленой территорией и двумя бульварами. Будущая зона отдыха уже вырисовывается. Весной сюда приезжал глава региона Вениамин Кондратья. Тогда он отметил, что проблема всех новых микрорайонов в отсутствии парковок и зеленых зон. И дал указания местным властям исправить ситуацию. Сейчас здесь строят два бульвара на Корякино и Котлерово. Последний будет более километра в длину. Здесь уже собираются укладывать асфальт и устанавливать бордюры. Здесь будет две полосы движения по 9 метров. Плюс по центру будет проходить пешеходная зона 6-метровая и озеленение. Будут установлены лавочки, элементы другого благоустройства. Зеленый уголок детской спортивной площадки ждут и жители дома номер 204 по улице Красной. Много лет этот двор напоминал гаражный комплекс. Кроме машин не было ничего. А жильцы мечтали о территории, где можно с детьми погулять и просто отдохнуть. Проблема сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как губернатор края здесь побывал. Сегодня площадка уже подготовлена для строительных работ. Маленький детский городок с горками и качелями появился и у малышей одной из пятиэтажек Геленджика. Им уже построили новую детскую площадку. Старая, которая была больше 20 лет, пришла в негодность. На это обратил внимание глава региона, когда был с рабочей поездкой в Геленджике весной этого года. Управляющая компания замечания приняла и свои недочеты исправила. Мы приходим несколько раз в день, потому что мы двигаемся, мы радуемся, занимаемся упражнениями. И очень рады, что это у нас появилось во дворе. Площадка только спортивная появилась в этом году и у жителей станицы Хоперска Тихорецкого района. Весной местный житель, первоклассник Ваня Ронский обратился к губернатору не с личной просьбой, а общественной. Мальчик рассказал, что заниматься спортом негде. Тогда Кондратьев предложил построить спортивную площадку при школе. Работу завершили быстро и уже 1 сентября Ваня, который перешел во второй класс, вместе с главой района ее открыл. И сразу испробовал новое покрытие. Забил первыми мячи в футбольные ворота. Елена Касабова, Алексей Комаров, Кубань-24.